МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. По поручению Владимира Путина правительство России распределило средства на повышение зарплат бюджетникам. 14,5 миллиардов рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета, которые пойдут на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения майских указов президента. Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами показателей заработной платы бюджетников. Из 14,5 миллиардов рублей в сферу образования направят свыше 7 миллиардов рублей. В сферу науки – порядка 3,5 миллиардов. Столько же будет направлено в сферу здравоохранения. Полмиллиарда пойдет на повышение зарплат работникам культуры. Среди главных распорядителей средств федерального бюджета – МВД и МЧС России, Минюсты, Федеральная служба исполнения наказаний, Росгвардия, Минздрав, Министерство культуры и образования, Росрыболовство и другие. Выделение средств позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений. Напомню, майские указы – это программа развития социальной гарантии, изложенная Владимиром Путиным после вступления в должность президента в 2012 году. В них содержались параметры, на которые экономика должна выйти за время его президентского срока. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса. Распоряжение о расширении возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Систему предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается расширить за счет предоставления корпорации МСП прав докапитализировать региональные гарантийные организации. Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм до 5 миллионов рублей для организации предпринимателей. Это позволит сформировать линейку льготного финансирования бизнеса. В бюджете Ненецкого округа на микрозаймы в текущем году предусмотрено 10 миллионов рублей. Впрочем, сумма в 2018 году может быть увеличена. Сегодня на оперативном заседании глава региона Александр Цепольский поручил Департаменту финансов подготовиться к возможному увеличению верхнего предела микрозайма. Сейчас, пока этот законопроект внесен в Госдуму, надо уже подготовиться, для того, чтобы, если будет положительное решение, мы были готовы тоже сразу внести изменения в наше законодательство и верхний предел с трех поднять до пяти. Это нам может дать совершенно другое качество проектов, которые мы будем микрозаймами финансировать, помогать, поддерживать. И мы должны это сделать как можно быстрее. Всего на финансовую поддержку окружных предпринимателей в региональной казне на 2018 год предусмотрено 28,5 миллионов рублей. На гранты и субсидии порядка 17,5 миллионов. В этом году планируется провести три конкурса грантов для поддержки стартапов и два отбора на предоставление субсидий на модернизацию производства. Первый конкурс грантов для начинающих предпринимателей в Ненецком округе запланирован на март, еще два – на май и сентябрь. Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей. В отдельных случаях, предусмотренных нормативными документами региона, сумма может возрасти до 1 миллиона рублей. Заявки на компенсацию затрат в связи с приобретением нового оборудования начнут принимать в апреле. Этот вид субсидий распределяется на конкурсной основе. Сумма субсидий до 1 миллиона рублей. Она позволяет возместить до 60% расходов. Члены участковых избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента страны 18 марта, проходит обязательное тестирование. Из 306 человек в Ненецком округе сертификаты получили уже 280, что составляет 91,5%. Перед обязательным тестированием все члены участковых избирательных комиссий прошли обучение в очной и заочной форме. Для этих целей задействовали видеоконференц-связь. Тесты состоят из различных вопросов на тему предстоящих выборов главы государства, работа комиссий в день голосования, взаимодействия с представителями СМИ, правоохранительных органов и наблюдателями, информирования избирателей о новом порядке включения в список избирателей по месту нахождения. Все протестированные члены участковых избирательных комиссий получают сертификаты как допуск к работе в комиссии. Из общего количества 306 членов участковых избирательных комиссий на сегодняшний день протестировались успешно 280 членов комиссии, или 91,5%. Оставшиеся 26 человек, мы надеемся, в ближайшую неделю-полторы протестируются и получат свои сертификаты, скажем так, годности для проведения выборов. Из федерального бюджета НАСА на авиацию Ниницкому округу в текущем году выделят порядка 100 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем было выделено в 2017 году. На 2019 год в федеральной казне для НАУ запланировано также почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа. Средства на санавиацию из федерального бюджета выделяются Ниницкому округу в рамках реализации федерального приоритетного проекта обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации. Один из главных целевых показателей приоритетного проекта – повышение количества экстренных госпитализаций в первые сутки болезни. За весь 2017 год вертолет санавиации на территории Ниницкого округа поднимался в небо 258 раз. Был эвакуирован 381 пациент. При этом за счет средств федеральной субсидии выполнено 82 вылета, эвакуировано 109 пациентов. На эти цели в прошедшем году бюджету НАУ федерация субсидировала более 54,5 миллионов рублей. Финансовые средства субсидии использованы в полном объеме. Депутаты окружного парламента вынесли на заседание процессионного комитета вопрос, касаемый расширения сферы использования регионального материнского капитала. Принять изменения в закон Ниницкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, депутаты намерены на ближайшей сессии, которая запланирована на 1 февраля. После вступления закона в силу, получатели регионального маткапитала смогут направлять эти средства на приобретение жилья из-за пределами Ниницкого округа. Таким образом, средства окружного и федерального материнских капиталов можно будет объединить для покупки недвижимости в любом субъекте России. Совокупная сумма в данном случае составит 820 тысяч рублей. В процессе доработки мы учли поправку временно исполняющего обязанности губернатора, который посчитал, что необходимо все-таки ограничения установить для лиц, которые обращаются в нуждающихся в предоставлении жилого помещения на территории округа, и уже ставшие на учет для этого. Но из числа этих лиц нам предложено исключить тех, которые по состоянию на дату подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала являются инвалидами, и которые по медицинским показаниям нуждаются в выезде из округа. Для таких лиц рабочая группа согласовала исключение, исключить из общего правила, даже если они состоят на учете, на получении жилья в округе. По инициативе главы НАУ Александра Цибульского также внесена поправка, позволяющая отразить средства регионального маткапитала не только на погашение основного долга по жилищному кредиту, но и на первоначальный взнос. Еще одно нововведение коснется оплаты образовательных услуг. Новая редакция закона позволит оплачивать из средств маткапитала любое образование без ограничений. В окружной закон о наградах и почетных званиях Нинецкого округа предлагается внести изменения. Соответствующей законодательной инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский. Проект закона был рассмотрен на заседании комитета собрания депутатов Нинецкого округа. Его представила начальник управления государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации Нинецкого округа Елена Маркелова. Проектом закона вносятся изменения в части определения круга лиц полномочных получать медаль за особые заслуги перед Нинецким округом, к награждению которой представлен умерший гражданин. Уточняется, что это супруг супруга, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка или один из внуков. Аналогичные формулировки применяются в УКС президента, который регламентирует вопросы вручения наград. Также для лиц, которым присвоены иные награды и почетные звания, в случае смерти награжденного лица предусматривается аналогичная возможность передачи перечисленных родственникам этих наград. Члены семьи вправе обратиться за указанными наградами в течение шести месяцев со дня вступления в силу правового акта о награждении или присвоении почетного звания. При отсутствии членов семьи и близких родственников награды хранятся в аппарате администрации, за исключением почетной грамоты собрания, которая подлежит возврату в законодательный орган. Председатель Совета ветеранов Неницкого округа Вячеслав Карипанов считает, что в случае невостребованности награда может быть передана на хранение фонд-музея. Мне кажется, что все награды, которые считаются высшими наградами как администрации, собрания депутатов, и Неницкого автономного округа, они также должны войти и передаваться в музей. Это если не были востребованы родственниками. А вообще-то многие родственники даже так говорят, что пусть лучше хранится в музее, это будет, во-первых, действительно ответственное хранение, а во-вторых, всегда будет использовано для необходимых случаев, как такой документальный материал. Еще одно изменение, которое предложено внести в окружной закон о наградах и почетных званиях Неницкого округа, касается замены категории лиц, которые могут быть присвоены профессиональные почетные звания региона. Также в статье 8.1 закона о профессиональных почетных званиях округа предлагается заменить категорию лиц с работающих на проработавших. Вот это последнее изменение было инициировано Советом ветеранов и обсуждалось на наградной комиссии, так как на сегодняшний день, до сегодняшнего дня практикуется рассмотрение наградных материалов в отношении работающих граждан, имеющих стаж работы не менее 15 лет. И была инициатива награждать такими званиями пенсионеров, поэтому вот такая формулировка предложена. Таким образом, у комиссии по наградам появится возможность рассматривать наградные документы, в том числе в отношении лиц, которые внесли значительный вклад в соответствующий почетному званию в сфере деятельности, независимо от того, осуществляет он в настоящее время трудовую деятельность или нет. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Неницком округе определили даты проведения гонок на снегоходах. В этом году они пройдут раньше обычного. Об этом сегодня в ходе осмотра трассы для проведения соревнований сообщил Александр Цибульский. Какие еще сюрпризы ждут участников и гостей праздника, расскажем в материале выпуска. Гонки на снегоходах на приз Героя СССР, Героя России Артура Челенгарова в этом году пройдут в субботу 10 марта, в день, когда рабочему поселку Наринмар был присвоен статус города. Сейчас организаторы активно обсуждают программу предстоящих соревнований, готовя для жителей и гостей окружной столицы сюрпризы. Как и в предыдущие годы, все события развернутся на Качгартинской курье. Временно исполняющие обязанности губернатора округа Александр Цибульский вместе с организаторами снегоходных гонок сегодня выехали на место проведения будущих соревнований, чтобы наглядно оценить удобство расположения зон отдыха для зрителей и самой трассы. Директор дюцлидера Андрей Федотов, он же главный судья гонок на снегоходах, рассказывает главе региона, где планируется расположить торговые палатки и сцену. Особое внимание организаторы уделят зонам отдыха для зрителей с учетом возрастных категорий. Мы в этом году хотим сделать хорошую концертную программу, которая была бы интересна для всех возрастов. Это была отдельная задача, которая стояла с оргкомитета, чтобы у нас была общая зона развлечения, сцена, где будет идти концертная программа, чтобы были площадки для детей, где родители могли бы прийти с маленькими детьми, покататься на горке, поразвлекаться на разных аттракционах. Но и одновременно в этом году хотелось бы сделать какую-то площадку для людей старшего возраста, чтобы они тоже какое-то от этого удовольствие получили. Создать атмосферу празднику помогут артисты театра Маракату. Директор Дворца культуры Арктика Александр Бурдыко заверил, скучать зрителям не придется. У него участие театра Маракату, они с барабанами, с крещалками, которые могут заниматься активацией зрителей. К старту. Дополнительного экстрима и зрелищности Бурандею придаст фристайл. Зрители станут свидетелями невероятных трюков на снегоходах, выполненные профессиональными спортсменами. Мы планируем сделать хорошие красочные выступления фристайла на снегоходах, прыжки, акробатику. Ну, это добавляет зрелищности, и мне кажется, это очень интересно посмотреть со стороны. Самый массовый спортивный праздник Нинецкого округа в этом году пройдет 10 марта. Глава региона подчеркнул, что перенос сроков проведения ежегодных соревнований напрямую связан с обеспечением максимального комфорта как для участников, так и для зрителей. Подготовка трассы начнется за неделю до соревнований. Накануне стартов, 9 марта, пройдут свободная тренировка и жеребьевка, в ходе которой участники разбиваются по отборочным заездам. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в пяти категориях. Это мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниоры от 18 до 25 лет, женщины, ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочный тур и финальные заезды пройдут в один день 10 марта. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Лыжероллерная трасса стала следующим объектом, который посетил глава региона. Руководитель спортивной школы труд Алексей Гербов рассказал о перспективах развития лыжной базы и проблемах. По словам Алексея Гербова, лыжероллерная трасса пользуется большой популярностью у жителей Наринмара. Сюда приезжают заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители. В новогодние каникулы трассу посетили порядка 2000 человек. В среднем выходные количество посетителей достигает 450 человек. В будущем здесь планируется открыть пункт проката лыжного снаряжения. Это позволит привлекать еще больше любителей лыжного спорта. В то же время есть у спортивного учреждения и ряд проблем. Технику необходимо ремонтировать. Оригинальных запчастей на нее не ставилось. Какие-то приспосабливали от советских автомобилей, машин. Техника очень дорогая, поэтому запчасти нужны оригинальные. Сейчас ремонт, тот необходимый, который мы запланировали, это более 2 миллионов рублей. Ну и также требует замена отопления в спортивных залах, освещения. То есть, ну, как любой объект, его нужно содержать, регулярно какие-то деньги вкладываются. Вот пока вот то необходимое, что нам нужно сделать, я озвучил, я думаю, что нам помогут. Сейчас спортивная школа готовится к проведению «Лыжни России». Она пройдет на базе лыжероллерной трассы уже 10 февраля. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...